приветствую вас друзья подписчики сегодня с вами начинаем прохождение последней части знаменитой эпопеи сериала можно так сказать креста и 5 с вами сзади мира и бена поэтому за наших знаменитых полицейских давайте с вами на прохождение от нашей карьеры так давайте прохождение и так вот уже вступительный ролик такая атмосфера в начале вступления неплохое как обычно бен и семир нашли себе просто огромную банду преступников и теперь они хотят усложнить им жизнь но как обычно есть всегда другой способ этой бандой заправляют 8 бандитов каждый со своей территории чтобы добраться до боссов бен и семир должны проникнуть в организацию когда один из них работает под прикрытием другой в качестве полицейского отправлять бандитов за решетку пара меняется местами чтобы не шуметь чтобы они смогли остаться в деле им также приходится участвовать незаконных гонках проводимых для всех курьеров только тот кто выиграет получает новую работу каждый босс представляет уровень вождения необходимый чтобы добраться до следующего босса можно выиграть лишь победив каждого босса единственный способ это сделать забрать их машины и оружие хорошо понял дело идем дальше чтобы остальные о вас узнали нужно сильно о себе заявить итак нажмите джойстик кнопка и бетон так ну давай или курить бетон так конечно каждый из патрульных машины вы можете включить мигалку первое нажатие включать сирену и мигалку следующее отключать сирену и еще одно отключает мигалки то есть нам нужно включить мигалочку нашу да так есть мигалочку мы с вами врубили супер теперь что нам нам нужно догнать его что ли так нажмите чтобы право так вправо на крестовине добро жмем вроде вроде ж нажал да почему ничего не работает стопа ну-ка еще разочек вот вовсе отлично все есть справились с этой задачей бэнн и семиры имеют в распоряжении оружие чтобы обеспечить войну с преступностью также вы получите значительное преимущество если стащите пару игрушек у уголовного братства мгм прикольно так друзья что нам нужно догнать машинку я так понял эми имеет короткие эффективные что то там это это так эми также сильно в руках противника красная машина на радане на радаре означает что вы на прицеле у другой машины я так понял эми типа повреждает электронику когда вы видите статус вашей эми пуст как и остальное оружие она начнет перезаражаться просто подождите и сможете выстрелить снова так вы можете потянуть другие машины при помощи крюка но его нужно использовать и для безумного ускорения при правильном использовании вы можете цепляться за очередную машину и развивать максимальную скорость теперь попробуйте крюк на машине впереди одновременно нажав на тормоз давай нажмите на джойстик понял вот есть замедлили видите нашего противника теперь пробуйте использовать крюк для ускорения хорошо смотрите как мы вообще разгоняемся быстро супер так и что дальше полоса щитов останавливает погоню если они переедут щипы на полной скорости это могут даже перевернуться при правильном размещении противник даже не сможет вас обогнать круто круто радар поможет вам определить в правильном ли положении противник чтобы он переехал эти шипы хорошо едет преступник на котором вы будете тренироваться попробуйте давайте итак жмем давайте лови и блин проехал что ли да мы его упустили нет вам придется попробовать снова хорошо давайте попытка номер два думаю сейчас все зайдет ну лови опа супер отлично хорошее размещение масляной разбрыгиватель отличное оружие он поможет вам отправить любого противника в занос при правильном размещении противник не смогут ни тормозить не повернуть не соскользнуть так так как вы проехали хорошо давайте сейчас он подъедет к нам опа лови хорошее уделывание так неплохо вы быстро учитесь так заграждение в кобре 11 смогут использовать и бандиты и полиция когда вы включите заграждение то увидите карту дорожной системы теперь вы можете размещать барьер в любом месте чем сложнее маршрут и тем труднее избежать барьера пробуйте ну давайте 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 сейчас попробуем так короче нам нужно обогнать нашу машину соперника и перед ним поставить это заграждение давайте короче обгонять его чем быстрее обгоним тем лучше так и поставим где-то наше заграждение так стоп что-то я тут протормозил опять от меня обогнал хорошо давайте давайте еще дмитра не хватает у нас чтобы мы ускорились хорошенько машинку так подпрыгивать как хорошо а давай 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 куда ты меня тащишь быстрее быстрее давай 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 нам нужно оторваться во все ставим заграждение а это знаете это новое что то в этом духе так вот тут поставить главное не промазать и все посмотрим правильно ли вы его освоили ловушка установлена давай 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 хоп главное прощемиться между машинками и все супер во класс отличная работа лишь щит защищает вас от оружия щит окружает всю машину когда радар мигает красным кто-то вас целится но никто не сравнится с заграждением так походу нам нужно активировать щита да так попробуйте м оп отлично так электронная защита столкновений усиливает кузов машины когда защита полностью заряжена она она поглотит все что то там тра-та-та чем ниже заряд тем больше урон попробуйте на противнике перед вами у него нет защиты уничтожьте его да легко сейчас догоним дадим ему пиндюлей так пусть он обгоняет нас вот и давайте сейчас мы ему навешаем ох ничего себе он оторвался вот это да давай 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 все с разгоном бэм есть видите шкала у него уже уменьшилась походу его так и нужно добивать о исчез каким-то образом где он в другую сторону да шкала уменьшается сейчас мы его добабахаем и все будет отлично это такая у нас знаете мини-школа мини-обучение короче по игрушке ладно давайте давайте нагоняем его опа получи еще разок ну все хорошо хватит это научит всему тому насколько эффективна защита если поврежден поврежденные машины слишком велики вы можете его починить при помощи вот этого инструмента ну нажимаем чек ага ваша машина восстановилась из мертвых в стиле лазеря так ну что ага короче обучение мы с вами друзья прошли иногда вы получаете работу где надо избавиться от улик есть два типа груза от которого нужно избавиться вы должны так оставить груз на дороге чтобы противник сзади их не достал лучше дать ему приблизиться и так сзади показан красным как правило он не сможет схватить груз попробуйте понятно обучение еще у нас продолжается ладно на так раз два три вперед поехали так нам что нам нужно наверно пропустить вот это так нажмите джойстик кнопка x button ага пакет подобран все ясно короче нужно нам оторваться значит от противника и как то выкинуть груз чтобы он его не подобрал добро а как это сделать ну наверно подальше нужно оторваться а ну ка ну ка ну ка все равно все равно вижу я силуэт противника или полиции давайте ка мы вот так вот сделаем оп а ну ка подобрал или нет возле обочины так бросили так сброшена груза вот так теперь второй тип бомба она должна ударить противника так что надо постараться чтобы он не вернулся всегда сбрасывайте бомбу прямо перед ним и держите расстояние ага короче нужно на прямую дорогу выйти опа получи мимо да мимо да 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 точно хорошо а ну ка подъедь еще ближе на получи блестяще супер подорвали его все у нас выходит так иногда придется собирать велики в этом случае вы должны избегать бомб и собирать груз попробуйте ну в принципе все то же самое только эээ будем собирать да и все будет супер так опа подобрали хорошо у нас появился новый шериф так ага это бомба бомба нам не нужна отлично и сейчас мы еще одну вот еще одну подбираем опа да все пакеты собраны отлично это все что я хотел показать наслаждайтесь и покажите им да нефиг делать шериф спасибо за обучение обучение сбор улик пройдено так и теперь джефф миллер так бен проник в организацию и должен получить признание он встречает джеффа миллера который не сильно ему доверяет и поручает лишь мелкую работу бену нужно совершить что-то невероятное чтобы заполучить его доверие в точно назначенную так короче нам нужно доставить украденную машину в какую-то точку я так понял короче ладно начинаем тогда ну и с чего мы начнем так нечестная игра добро так это у нас машина и что мы должны делать старт в общем маркеры эй новичок на остри уши что происходит я загрузил координаты в твой навигатор там ты найдешь черную машину с ключами внутри машина должна вернуться в нашу мастерскую эй я может и новый но все таки шарютов успокойся если мне понадобится эвакуатор тогда я его вызову понятно у этой тачки появится новый слой краски и будет она так а спецзаказ ладно это мне больше нравится только одна мелочь а что мне обычная ставка пока этого будет достаточно спроси у компаньонов если хочешь знать больше как скажешь короче миссия у нас с вами сейчас доехать до точки назначения забрать тачилу какую-то и достать в мастерскую что там я должен забрать украденную машину садись в патронную машину и следи за моим хвостом ты хочешь чтобы я пропускала все машины да дай мне уязнуть чтобы все выглядело натурально так ээээм да 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 так огоним так три точки мы с вами проехали супер в туннель сейчас заедем ну пейзажи такие знаете мне четвертая часть как-то больше зашла здесь как-то с этим бедновато ну да трассы ээээ вроде так и прикольно все смотрится тут 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 стоп чуть я избился с маршрута ладно ага все вот и точка назначения эээ заезжаем сюда походу сейчас мы сядем в другую другую машину ага вот смотрите какая типа типа как кадиллака что ли так хорошо я тебя догоню и займусь погоним сконечно надеюсь этот план сработает ты нытик мои планы всегда работают так ну все поехали нужно убедиться что они ничего не заподозрят так что изо всех сил гони вперед ха тебе придется поднажать в этот раз я не облегчу тебе задачу мне ведь все таки надо соответствовать для репутации ты что улитка газ в пол так ну так ну смотрите гоню я в принципе неплохо 120 отрываюсь понемную сфу 190 210 кхм ооооооооа А что такое что то опять у меня sic падает скорость давай давай вроде бы еду вписываясь к accessibility 191 192 долго мне там еще рулить елки-палки уже гибель да ладно 60 70 100 метров шо за дела эй 7 ты слишком серьезно относишься к работе да наверное потому как он едет слишком быстро прям нагоняет меня очень сильно продолжай в том же духе я скажу когда хватит я могу делать это весь день он там наконец веселится так что я там буду поворот направо поворот налево буду в полиции так машина 36 машине 12 наблюдаем нарушителя скорости оказалось так не нужно это мой это там какое-то оповещение от полиции было ладно так ладно семер уже хватит тот кто еще не убедился семер эй что происходит я только начал себя комфортно чувствовать я сказал хватит можешь замедлиться что еще веселье только начинается черт неудачный день ладно плакса я поеду чуть медленнее ну слава богу а то он что-то мне нагонять нагоняет и думаю что такое нету ни конца ни края давай прям 107 смотрите вот машина вообще клёвая кобра ну понятное дело что она не лицензионная но выглядит бэн давай поднажми на этой скорости никто не поверит что это что-то там не знаю прости я больше не могу так побег через восемь секунд наконец-то боже мой как я ждал этого момента давай три 2 1 он наконец-то сбежал супер так полагаю отрыв достаточно большой чтобы ты сдался кажется мы провернули хорошо дела ладно тогда я уберу машину пока машины парни не нашли ладно займись так все едем короче над на точку к нашему боссу отвозим ему эту тачку о чуть не заехал на скалу ладно осталось уже немного тут два маркера проехать кстати колесили мы достаточно потенциала вы знаете чем-то вот крыштаем он напоминает такой знаете мир с открытым миром из локации с открытым миром вот все доехали на точку привезли и а моя гордость и наслаждение сложно у меня большие были большие проблемы с копами кто-то болтает одни лежала бы давай взглянем на машину может тогда и мне она понравится несмотря на пару повреждений царапин все нормально неплохо учитывая обстоятельства так нечестная игра есть ребята завершили теперь у нас открыта машина прио спорт смотрите какие-то и приорали открыто так автобан набор скорости короче понятно сейчас мы с вами будем гонять на трассе с другими соперниками ну не знаю чем это связано наверно по сюжету так нужно да сейчас мы выберем машину наверно вот этот ралли которая была гоночная так приори ралли да вот именно на ней мы как раз и будем сейчас с вами катать так много ли там сзади машин да нет все ладно поехали сколько у нас там три круга да если я не ошибаюсь ладно давайте вот машинку так как бросает друзья такая резвая прям резвая лошадка в принципе дорогу держит считаю неплохо ну да вот здесь конечно я сглупил срезал очень сильно но машинка просто на слишком слишком поворотка я импад не очень слушается то есть она слушается но слишком отзывчивая так вот называется она поведение и ну отлично оторвались на первом круге уже какой-то это ой ой чуть не пропустил поворотик неплохо вроде едем так первый круг и что мужик конец этого круга долго нам там рулить что-то трассы какие-то очень прям очень длинная так здесь вот поворот налево еще раз ага все вот короче доезжаем и начинается второй круг поехали блин 200 давит прикиньте машина 200 километров в час на ней валить точно можно 206 разогнались максимальная скорость которая была мной зафиксирована так давай давай прям короче это в гонке который устраивает босс типа чтобы мы там не были какими-то салахами на автобане чтобы могли убирать от полиции от всяких там соперников конкурентов и прочее в этом духе неплохо неплохо так машинка наваливает по скорости супер думаю народ вот это вот доедем эту гоночку и я думаю завершим на этом серии она такая была больше ознакомительная да там обучение там тра-та-та, все эти бедишки. Вот. А уже со следующих частей мы будем продолжать именно карьеру без обучения. Она будет более интересная, сюжетная и так далее. Вот уже третий круг у нас последний поехал. И давай. Кстати, вот интересно, эта трасса она в реальности есть или просто ее так выдумали, лишь бы было. Ну, во всяком случае, знаете, для аркадки сделано... Это же игрушка 2012 года, если кто не знал. По графону она, в принципе, неплохая. Хотя они, вот, смотрите, части крэштайм 4, крэштайм 3, они по графону практически не отличаются. Движок-то один и тот же, но, смотрите, он вполне себе нарядно смотрится. для своих лет. На 2012 год игрушка вполне себе клевая. Да и вообще, считаю, вот, знаете, вот серия крэштайм, она прикольная была, но... Не знаю, посмотрим, но мне кажется, вот, пятая часть, она немножко скучноватая. Видно, что тут была такая небольшая халтура. Уже на сюжете они на атмосфере, как бы, немножко сэкономили. Сделали такое, типа, гонки... Гонки на автобане где-то там в горных массивах. В общем, вот такого плана. Я не знаю, не очень оно мне нравится, конечно, такой подход, но это последняя часть. Так, друзья, вот мы с вами завершили гоночку, гонка выиграно, все супер. Следующую серию, следующие истории, так сказать, задания будем проходить уже в следующей части. Всем спасибо, кто смотрел мое прохождение. Надеюсь, оно вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. С вами был Сабзиро и ждите новых видео по крештайму и не только. Пока!